Здравствуйте! Меня зовут Ярош Людмила, мне 36 лет и я живу в столице Республики Беларусь в городе Минске. Я профессиональный музыкант и веб-дизайнер. Являюсь выпускницей Белорусской государственной академии музыки и Белорусского национального технического университета. Искренняя любовь к музыке зародилась в моей душе еще в раннем детстве. Поскольку моя мама очень любила петь, не являясь при этом профессиональным музыкантом, в нашей семье со временем появилась чудесная традиция домашнего песнопения. И неудивительно, что к моим трем годам у нас уже был сформирован свой любимый песенный репертуар. К счастью, в нашем семейном архиве сохранились некоторые милые записи тех времен. В школу я уже шла с большим желанием учиться музыке. И мне очень повезло с учителями, ведь благодаря им тот вспыхнувший в раннем детстве огонек с каждым годом становился только ярче и сильнее. Да, в возрасте 8 лет я уже серьезно мечтала о профессии музыканта. Именно поэтому в годы учебы я довольно много выступала на сцене, активно принимала участие в музыкальных конкурсах самых различных уровней. В моем творческом багаже насчитывается не один десяток лауреатских побед и пересуждений гран-при, в том числе педагогических. Также я являюсь стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В списке же моих самых красивых наград «Золотая рыбка», «Хрустальное яблоко» и награды «Golden Time Talent». После окончания Академии музыки я всецело погрузилась в насыщенную педагогическую деятельность. Работа с детьми мне очень нравилась, я чувствовала себя на своем месте. И так продолжалось ровно год. Но то, что случилось далее, было для меня совершенно неожиданным. Всего одна августовская ночь изменила ход моей дальнейшей истории. Ко мне пришло ясное понимание того, что теперь мне пора стать веб-дизайнером. Эта мысль не давала мне покоя до самого утра. Музыкант-веб-дизайнер. Я не понимала, откуда в моей голове возник симбиоз этих слов. Но я пошла по зову сердца и получила еще одно дополнительное образование. Все эти истории я рассказала вам не просто так. 20 лет учебы и 8 лет педагогической деятельности – это та база, от которой я только-только начинаю отталкиваться, чтобы выйти на свой творческий путь. Последние 5 лет, проведенные в декретном отпуске, на какой-то момент остановили течение моего времени, а затем засыпали новыми озарениями. И моя конкурсная работа под названием «Музыкальная радужная коллекция» тому подтверждение. Это не просто про рисование или про музыку как таковую. Это про ту самую любовь, которую я несу в себя на протяжении многих лет к этому прекрасному виду искусств – к музыке. Создавался этот проект преимущественно в ночное время, когда словно из тишины приходили творческие озарения, вдохновения и импульс к действию. Главная цель данного проекта была в создании полезных музыкально-теоретических дидактических материалов, с помощью которых можно создать очень хорошие предпосылки для дальнейшего развития идеального музыкального слуха будущих музыкантов, объединяющего все самые лучшие качества относительного и абсолютного музыкальных слухов. И поскольку я сама являюсь обладателем абсолютного музыкального слуха, эта тема захватила меня целиком и полностью. Музыкальная радужная коллекция состоит из двух частей. Первая часть коллекции посвящается дошколятам. Это 30 комплектов радужных карточек для сюжетных игр с малышами. Радужных, потому как основные цвета радуги в данном случае закрепляются за базовыми названиями нот. До – красный, ре – оранжевый, ми – желтый, фа – зеленый, соль – голубой, ля – синий, си – фиолетовый. При этом до-дубль-бемоль, до-бемоль, до-бекар, до-диез и до-дубль-диез будут обозначаться красным цветом. Данный способ условного окрашивания звуков цвета радуги давно известен и применим в музыкальных кругах при работе с детьми. Разработанные карточки способны стимулировать творческую фантазию детей и знакомить их с изами музыкальной грамоты в игровой форме. Грамотно выстроенные занятия помогут малышам научиться слушать, сравнивать и различать музыкальные звуки, чувствовать игру между ними, а также развивать музыкальную память в отношении звуковысотности. Колокольчики, металлофон или фортепиано с радужной окраской – самые подходящие инструменты для подобных занятий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА